С 1 января 2020 года повсеместно внедряется четвертый уровень бюджета. Это значит, на местах внедряются новые механизмы местного самоуправления, а граждане вместе с исполнительной властью принимают непосредственное участие в развитии своего населенного пункта. Все это соответствует 97, 98 и 99 шагу плана нации «100 конкретных шагов», задавшему государственный вектор активному развитию местного самоуправления в Казахстане. Проект «Более активное участие заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане» стал реальным примером воплощения данной идеи. Общий бюджет проекта – 470 тысяч евро, вклад Европейского Союза – 420 тысяч евро. Проектам предложен территориальный подход к местному развитию. В пилотных населенных пунктах Акимы совместно с населением разрабатывали инклюзивные планы развития на ближайшие три года. Методология составления таких планов заимствована из опыта Болгарии. Основная идея нашего проекта – это изменение подхода к планированию. Каким вы видите свое село через 5-10 лет? Уже под это видение необходимо разработать какие-то приоритетные направления, стратегические цели, ну и, соответственно, план мероприятий. А уже под этот план искать источники финансирования. Две области – Карагандинская и Восточно-Казахстанская, где отобраны три района. Здесь проектная команда провела обучающие тренинги для Акимов и заинтересованных жителей района. Мы в каждом округе помогли создать группы, которые будут писать инклюзивный план развития села. Там участвовали сами представители государственных органов, представители госучреждений и сельчане. Участвовали. И так мы помогли создать, разработать инклюзивный план. Первое – изменилось сознание людей. Мы поняли, если мы живем на селе Ярославе, его благополучие зависит только от нас. Ну, конечно, государство поддержит, поддерживает, но в первую очередь это в руках самих сельчан. Следующий этап проекта – проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки для развития местных бизнес-проектов, вошедших в инклюзивные планы развития поселков. Шесть сел и десять стартапов. Среди этих начинающих бизнесменов есть и инвалиды, и многодетные мамы, и молодежь. Развитие данных бизнесов однозначно положительно скажется на нашем поселке и в целом на доходной части бюджета. Потому что индивидуальный подоходный налог, который он уплачивает, остается у нас в Белосовке. То есть мы можем его, соответственно, потратить на социальное обеспечение и так далее. Десять новых предпринимателей в селах – это отличный пример развития сельских населенных пунктов через внедрение территориального подхода. Став флагманами своих населенных пунктов, поднимающими экономику поселков и районов за счет налоговых отчислений, бизнесмены, как оказалось, смогли решить и другие насущные проблемы. Так как сама воспитываю пятерых детей, из них трое школьники, возник вопрос о том, что дополнительное образование у нас на селе полностью отсутствует. То есть с детям негде дополнительно развиваться, обучаться. Три года уже я мечтала о том, чтобы открыть такой образовательный центр. И благодаря Евросоюзу моя мечта воплотилась в жизнь. Вдоль дорог мы ветки отпиливали, потом деревья в жилых кварталах, дрова, полученную, топливную древесину, полученную в ходе проведения этих работ, раздавали социально уязвимым слоям населения, то есть многодетным, одинокопроживающим пенсионерам, ветеранам труда, труженикам тыла. Было тяжело, в центр ездили постоянно. Зимой холод, это тяжело, дороги нету. А сейчас вот аптек открылась, хорошо. Так или иначе, проект Европейского Союза сыграл значительную роль в судьбе каждого участника проекта. Благодаря проекту я начал уметь обращаться с документами, с налоговой отчетностью, начал уметь составлять бизнес-планы. Благодаря этому я выиграл грант в центре занятости. Была домохозяйка, стала предприниматель. Это реально, это возможно. В данный момент я работаю, занимаюсь своим любимым делом. Это тот редкий случай, когда работа доставляет удовольствие. Это, естественно, заработок, и мы пропагандируем именно здоровый образ жизни, так и для здоровой нации. За время реализации проекта бизнесмены, получившие финансовую поддержку Европейского Союза, оказали услуги на общую сумму 19 миллионов 827 тысяч 127 тенге, выплатили налоги на сумму 872 тысячи 380 тенге, трудоустроили 21 человека. В настоящее время их услугами пользуются свыше 5000 человек. Также за три года партнеры проекта помогли разработать и внедрить инклюзивные планы развития 10 пилотных сел, которые выполнены в среднем на 40%. Обучили 50 сельчан азам предпринимательства, консультировали и помогали вести бизнес 10 предпринимателям, получившим финансовую поддержку на общую сумму 12 миллионов тенге. Провели десятки мероприятий по повышению осведомленности заинтересованных сторон за пределами пилотных территорий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова